Мутный мрак Мутный 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 м Кукухой поехал, что за хрень ты собираешь? Ладно, ребят, сегодня постараемся без воды. Я вам уже говорил, что я вот избавляюсь от компьютерного железа, которое у меня залежалось от такого залежалого железа, которое не приносит никакого проку. И его, в принципе, можно продать в готовой сборке. И, естественно, сделать из этого хоть какой-то контент для вас, чтобы вы посмотрели, на что те или иные старые железки способны. И сегодня мы с вами будем собирать компьютер на базе процессора Core i5-6500. Это Skylake. И на базе материнской платы Z270 Prime от Asus, которая у меня тоже валяется очень давно. Наверное, с... Ну, вообще, я ей пользуюсь с 2018 года. Она мне помогала в пяти или в шести тестах. Мы на ней HyperPain два раза тестили. Еще что-то мы на ней тестили. По-моему, тоже i5 какой-то. Ну, в общем, она, в принципе, больше мне не нужна. Если что, я уже смогу купить какую-нибудь другую на Авито. Если мне прям какая-то острая необходимость получится. В общем, i5-6500 и Z270, который может гнать оперативную память. Ну, также многие умельцы делают кофемоды, прошивают биосы и ставят на вот эти вот доски процессоры 9100F. Ставят самые разные даже всякие K-процессоры. Кто-то умудряется это все гнать. Но мне эта мать не нужна. Я кофемод никакой делать с ней не буду. Ребята, у меня софтбокс, короче, накрылся. Одна лампа перегорела и сейчас пытается мерцать. Но вот когда садишься записывать видео... Во, все, короче. Отвал лампы. Я вам сейчас кое-что покажу. Никуда не уходите, подождите. В софтбоксах, короче, стоят вот такие лампы кукурузки. Здоровые. Якобы по 400 ватт. Ну, китайцы пишут там. О, якобы по 150 ватт, извините. По 100, по 150 ватт. И смотрите, что с одной лампой случилось. Она взорвалась у меня недавно. И у нее пробило кондер, перегорел трансформатор, я так понимаю, взорвался. И гарь. Там внутри гарь. То есть она начала гореть внутри. Что-то софтбоксы последнее время... Да, шалят. Я просто записывал недавно ролик на канал. И у меня точно такая же хрень была. Она мерцала, мерцала и взорвалась. Ну, вот сейчас посмотрим. Вот давайте. Не будем специально ее вытаскивать. Если будет дым или отвал, я думаю, многим будет интересно. В общем, продолжаем дальше наш видосик. Оперативной памяти у нас будет 16 гигабайт. Это та самая планка, которую я украл у человека, которому собрали ужасный компьютер за 73 тысячи. Вы так подумали. На самом деле я ничего не крал. Человек был согласен. И двухканальный режим, ну, он реально решает. Во многих игрушках, особенно когда играешь много вкладок, у тебя открыты какие-то другие приложения, двухканальный режим нужен был этому человеку. Я ему поставил две своих планки на 8 и забрал одну на 16. Вы восприняли это как какой-то акт кражи и воровства. Хотя я ничего не украл. Я ему вернул ровно ту же самую, ровно тот же самый объем оперативки, просто в двухканальном режиме. И теперь у меня валяется никчемная 16-гигабайтная планка, которая мне совершенно вообще ни к селу, ни к городу. Она мне не нужна. И поэтому пустим ее в сегодняшнюю сборку с i5. У нас i5 на Z-материнке, одноканал. Ребята, будем ждать гринпейпера в комментариях, потому что я чувствую, что с каждым моим роликом с подобной говносборкой я буду все больше превращаться в типичного индивида, которого обычно обозревал гринпейпер. В общем, 16-гиг оперативки. И давайте для полного дисбаланса и для абсолютной какой-то странности сегодняшней сборки поставим в нее что? Я думаю, вы уже видели видос у меня на канале про самую лучшую видеокарту до 5000 рублей. Если не видели, то посмотрите его сейчас по аннотации. Мы поставим сюда гигабайт RX 470 на 4 гигабайта. Да-да, i5, одноканал Z-материнка и видеокарта RX после майнинга. Ну, тут сказать нечего. Посмотрите видос, если хотите узнать более подробно про эти видеокарты. Я там сделал полноценное видео с разбором, как покупать эти видеокарты, как их проверять, как сделать так, чтобы вас не развели и не кинули при покупке подобных видеокарт с майнинга. У меня три штучки этих карт остались. Вот, пускаем в сборочку. Далее, в магазине был приобретен SSD-накопитель SATA. SATA это такой режим работы. Многие меня в предыдущем ролике упрекали, что я сказал какой-то бред. И я там сказал, я купил M.2-накопитель SATA. И мне написали, да что такое, что за бред, как может быть M.2-накопитель SATA? А вот может быть. Это M.2-накопитель SATA, не NVMe. Дешевенький, за этикетки не осталось, 1999 рублей. Просто для экономии места. И все-таки, раз у нас аж два слота M.2 есть на матери, почему бы их не задействовать? Он был куплен в магазине. Охлаждать это все будет вертушка от Deepcool с медным пятаком. Я покажу сейчас все это более подробно, когда перенесемся за стол. И еще из нового был куплен корпус и блок питания. Блок питания у нас STE-шка на 500 ватт, Cougar. Естественно, никакой RQ VX, либо какой-то другой RQ я сюда брать не стал. Потому что все-таки RX-ну 470, она достаточно прожорливая видеокарта. И на нее пульсации влияют очень даже неплохо. То есть, если мы поставили сюда какой-то самый дешевый RQ, видюха точно долго не прожила бы. Мне это невыгодно. Я понимаю, если бы мы сегодня собирали какую-нибудь сборочку с 550 Ti, либо с GTX 650 на 1 гигабайт. Естественно, взяли бы тот самый вообще ширпотребный блок питания, самый дешевый. Можно даже Dexp купить. Но все-таки нам надо, чтобы этот компьютер хотя бы пару лет порадовал своего нового хозяина. И поэтому блок питания абсолютно новенький с магазином. Такс, и что у нас из нового? Это корпус. Корпус от GINZU офисный ATX за 1400 рублей. Блин, он приехал уже такой маркий, грязный. Вот я его не трогал, я его только из целлофана вытащил. Вот я обожаю отношение производителей к потребителю, к конечному. Если ты покупаешь самый дешевый продукт, то он обязательно приедет какой-то изгвазный в говнище весь. Вот как так-то? Вот тут вмятина есть небольшая. Ну, блин, отсюда не очень хорошо вам видно будет. Короче, тут вмятинка есть. Вот это абсолютно новый корпус. Я даже с него пленку не снимал. Вот тут пленочка у нас. Я его только что из целлофана достал. И на задней крышке есть вмятина небольшая. Ну, по кайфу, типа. Покупаешь самый-самый дешевый ширпотреб, будь готов к тому, что корпус будет немножечко грязноватый, прям с магазина и немножечко мятый. Ладно, ребят, давайте перенесемся за рабочий стол. Я более детально покажу вам эти железки. Все это соберем на столе и потом будем засовывать вот сюда. Сразу хочу сказать, прям громко хочу сказать, эта сборка, вот эта сборка ни в коем случае, не для того, чтобы вы ее повторяли. Не вздумайте брать i5 и Skylake. Не вздумайте покупать к ним Z-материнские платы. Я собираю это все лишь из-за того, что у меня это железо лежит и оно у меня есть. От него надо избавиться. Ладно, переносимся за стол и будем все это более детально рассматривать. Что же, ребятки, давайте приступать к сборке на столе всего этого хозяйства. И покажу вам, что здесь действительно процессор Core i5, а то опять не поверите, подумайте, что я пытаюсь кого-то развести, пытаюсь кого-то обмануть. Давайте откроем SSD-шничек. Это у нас гудрамчик. Один из самых дешевых, что, в принципе, можно было купить. Все же я считаю, что если уж продавать, да, какого-то среднего сегмента, такие вот бич-пк, то SSD обязательно нужен. По-любому нужен. Человеку будет в миллион раз приятнее работать за компьютером, который включается за 2-3 секунды, чем слушать пердящий, трещащий жесткий диск, особенно какой-нибудь бэушный. Сейчас цены на них просто взлетели. Я новый даже не могу позволить себе приобрести. На терабайт минимум там 2 900 стоит. Это как минимум. Вот так, 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 сейчас очень опасный момент. Давай, давай, давай. Оп, фух, попал. Все, все, накопитель прикручен. Идеально. Просто отлично. Сразу мы занем термопасты. Просто выдавливаем по центру. Здесь у нас ничего прям сильно греться не будет. И это все само распределится по вот этому вот медному пятаку. Не переживайте, когда собираете всякие Ай-3, пенете у Май-5, просто вот так вот выдавливаете. И накидываете радиатор. Вот такая вот у нас платформа. 120 гигабайт SSD, i5-6500 и 16 гигабайт оперативки. Как я не забыл, двухканального режима у нас, к сожалению, не будет. Зато огромный потенциал на апгрейд есть. Можно еще засунуть 16 гигов. Ребят, я бы, клянусь, поставил бы сюда двухканальный режим. Но у меня есть только две планки по четыре. Все-таки продавать такой компьютер с такой видеокартой, с 8 гигабайтами оперативки, ну, ну, совсем такое себе. Плюс я собираюсь на Ryzen собрать, ну, увидите в дальнейшем сборку. И мне туда как раз память 2 по 4 нужна, потому что у меня там мать на A320 валяется. Ну, самая бюджетная такая. Туда 2 по 4 идеально подойдут под помощь сборку на Ryzen. В общем, вот такой вот комплектик. Давайте покажу вам еще разок визуальную видеокарту. Это все те же 470-е, которые я покупал под сборочки. От компании Gigabyte. Выглядит зачетно и выглядит. All right. Так, давайте откроем блок питания. Обожаю делать всякого рода анбоксинг. Caguar STE 500 ватт. Тут даже его цена есть 2999 рублей. Блок питания неплох. Я на нем машинки 3-4 собрал. Вот уже полтора года прошло, как одну машинку собрали. У человека все работает. Не трещать, не пердеть, не начал. Все хорошо. Ух, какие молодцы, смотрите. Нифига себе. Положили стяжки. Пусть 4 штучки, не так много, но 4 стяжки у нас в комплекте. Блин, молодцы ребята из Caguar. Они заботятся о нас, чтобы у нас было чем стянуть проводочки для кейбл-менеджмента. Ну и сам блок питания. Очень красивый, приятный на ощупь. Покрашен. Шероховатая матовая поверхность у него есть. Длины кабеля у нас должно для всего хватить. Я уже повторюсь, собирал не одну сборку с этими блоками. Также за кадром людям там собирали компьютеры. Ну, такие бюджетненькие с вот этим БП. Он, в принципе, стоит не намного дороже ФСП ПНР, но зато проводочки, все длинные проводочки пожирнее. И в плане кейбл-менеджмента он тоже будет поудобнее. В отличие от ФСП ПНР. Ну, ребятки, надо говорить спасибо, что не VX. Вот такой вот Caguar STE 500 Вт. По 12-ти вольтовой линии, как у нас написано, 450 Вт. Не знаю, верите этому или нет, но зато у нас здесь должен быть активный PFC. И если мы здесь сейчас посмотрим, то тоже увидим одни перемычки внутри. Ну, что за скотство. Хотел сказать, какой у нас набор радиодеталей. Ну, хотя бы фильтры стоят. Уже хоть что-то, блин. Я расковыривать не буду, да, я все равно в этом ничего не понимаю. Хорошо, хоть фильтры есть. Но тоже все в перемычках. Просто поверьте на слово. Треть блока питания. Все, одни перемычки. Ну, ладно, за такие деньги, как скажет Нитроксенос, наш великий вождь блоков питания, мы просто копаемся и выбираем в говне лучшие сорта говна. Поэтому, я думаю, вот эта СТЕшка, это такой высокий, высокий класс говна, высокий сорт говна из того, что мы могли бы купить в диапазоне до 3000 рублей. Ладно, ребятки, вот такое вот железо. Давайте посмотрим просто так вот поверхностно на корпус гинзу, который я взял, и будем все это собирать. Мне уже руки чешутся, уже не терпится приступить к сборочке. Ну, и по корпусу офисный ATX гинзу за, там, 1400, по-моему, или 1500 рублей. Он ничем не выделяется, кроме вот этой вот глянцевой панельки, наверное, своей. Также у него есть отсек, ну, вот такая вот формовка на корпусе под кейбл-менеджмент. Типа вполне норм, наверное, будет не факт, конечно, но сейчас посмотрим. Внутри у нас самое важное, что все должно поместиться, ATX формат. Это был один из самых дешевых ATX корпусов, кроме Dexpo. Блин, Dexpo настолько уродливые, ну, у них просто дизайна вообще никакого. Этот гинзу, он, ну, хоть немножечко он выглядит презентабельно. Стяжки есть, болтики есть. Похоже, даже своим инструментом не придется пользоваться, кроме отвертки. Так, скидываем крышку. Здесь у нас есть формовка под два вентилятора, либо под 80-ку, либо под 100-ку. Ну, короче, такое себе классическое исполнение. Разумеется, никакого окна у нас тут нету. И внутри инструкция, похоже. Да, внутри инструкция, которая нам не понадобится. Ладно, ребят, вот, блин, даже внутри он чем-то загвазан. Посмотрите, как будто что-то полилось на него, потекло. Вот на камеру хрен видно. Вот, какая-то, видите, какой-то потек, какие-то капли. Вот так вот приезжают самые бюджетные компьютеры. Интересно, мордаха у него скидывается вот так? Да, скидывается. Все, вообще собирать сейчас будет максимально удобно. Вот так мордаху снял, в сторону отложил, взял чисто короб, и можно приступать к сборке. Сейчас вторую стенку откроем. Ну, слушайте, надо отдать должное. Самый-самый-самый дешевый ящик, но у него очень много здесь креплений под стяжки, чтобы можно было стянуть провода, чтобы их как-то расположить. Снизу есть перфорации для того, чтобы вывести проводки. Ну, вполне себе сносно за такой прайс, наверное. Здесь есть крепление под SSD-накопитель. Можно сзади расположить SSD-шник. И спереди... Так, нет, спереди нельзя, это сзади только. Сзади есть расположение, видите, под SSD-накопитель у нас. Можно его аккуратненько расположить, даже незаметно будет. Ну что ж, вот такая вот просто коробочка из фольги. Давайте приступать к сборке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, дорогие друзья, компьютер собран, кейбл менеджмент сделан. И уже, честно говоря, не терпится посмотреть, на что этот малышок на i5 с 16 гигабайтами вот на канале и с 470 RX-ой способен. Вот так вот я развел здесь кэбл менеджмент. В принципе, проводки нигде не мешаются, нигде ничего не торчит. Я оставил новому владельцу, разумеется, под жесткий диск, саташку одну. И вот здесь вот у нас есть жгут проводки. Ну, поверьте, он тут есть. Сейчас я попробую вытащить вот под жесткий диск. Если надо будет, стяжечку разрежет человек и проложит себе кабель под жесткий диск. Вот так вот все получилось, как по мне, симпатично. Да, вы много писали, типа, зачем ты собираешь эти сборки в этих сайлонах, каких-то пестрых корпусах? Какой смысл? Бери самый дешевый, ведь самое важное это профит от продажи компьютера, а не его внешний вид. Ну, вот я решил вас послушаться и решил попробовать собрать в абсолютно днищевом корпусе. Также я поставил одну вертушечку от Cooler Master. У меня 80-ка лежала вот сюда на бочину, чтобы хоть как-то здесь воздух циркулировал. Спереди у нас, разумеется, ни о каких вентиляторах речи не идет. То есть у нас здесь, получается, видеокарточка будет вот здесь вот воздух брать, вот здесь вот его выпускать. Ну, это все уже по тестам посмотрим. Я думаю, градусов до 75-80 карта может прогреться вполне, учитывая, что это все-таки 470 RX в исполнении от Geek. Если бы это был какой-нибудь XFX, к примеру, жирненький, либо Sapphire какой-нибудь, то температуры, я думаю, были бы пониже. Ну, ладно, это все посмотрим во время тестов. Как по мне, комп вполне симпатичный получился. Что ж, друзья, давайте не будем тянуть время. Давайте приступать к его тестированию. Посмотрим, на что эта машинка способна в игрушках и насколько хорошо она их будет тянуть. Что, друзья, тестирование, как обычно, начнем с CPU-Z. Core i5 6500, кэш 3 уровня 6 МБ, 4 ядра, 4 потока, Skylake 14 нанометров. Оперативной памяти 16 ГБ, работает на стоковой частоте 2400 МГц. Тайминги 17, 17, 17, 39. И в тесте-бенчмарке CPU-Z в однопотоке мы выбиваем 375 попугаев и в многопотоке 1431. Далее у нас AIDA CPU Queen. Здесь наш процессор выбивает 30472 попугая. И тест кэша и памяти AIDA64. Здесь у нас на чтение 17,7 ГБ, на запись тоже 17,7, на копирование 16,7. Задержки 74 наносекунды. Учитывая, что у нас одноканальный режим работы и низкая частота, это просто отличные показатели и отличные результаты. В Sinebencher 15 мы выбиваем 543 попугая. И в Sinebencher 20 1318. Что, ребятки, тестирование в играх будем начинать с киберспортивных дисциплин. Первой игрой на тестировании будет CS GO, Full HD разрешение экрана, среднее, низко-высокие настройки графики, мультисэмплинг 2Х. И сразу запускаем тест-бенчмарк и смотрим на наш FPS. FPS у нас в среднем будет держаться в районе 150-200 кадров. Разумеется, с упором в проц и разумеется, с упором в одноканальный режим работы оперативной памяти. Но в любом случае, это бенчмарк. Мне уже многие в комментариях начали писать, что зря я начал тестировать CS GO именно в бенчмарке. Все-таки на картах FPS куда выше. Но в любом случае, бенчмарк он показательный и можно потом в дальнейшем будет сравнить результаты вот этого, допустим, процессора с этой видеокартой. С какой-нибудь другой сборкой это очень удобно. Так что, в принципе, друзья, CS GO идет просто отлично. Давайте сразу переходить к Dota 2. Dota 2 у нас будет на максимальных настройках, тоже Full HD. И здесь у нас FPS колеблется где-то от 80 до 115-120. Все зависит от того, в какой замес вы попадете и что будет происходить на экране. Здесь у нас есть упор и в видеокарту, и в процессор. Иногда и процессор загружается практически на 100%. А видеокарточка загружена на сотню практически всегда. Если скинуть настройки до средних, то FPS у нас вырастает выше сотни. В Dota 2 покатать можно будет вообще без каких-либо проблем. И следующая игрушка на тесте World of Tanks, высокий пресет настроек графики, Full HD. Здесь у нас получается где-то 110-120 стабильных FPS. Никаких фризов, никаких лагов не случается. Игра идет плавно, игра идет хорошо. Насколько я понимаю, это у меня SD клиент. Это не какой-то навороченный там с RTX и прочим. Ладно, я, конечно, рофлю, но это самый обыкновенный SD клиент. Я в танках не особо разбираюсь, ребят. Если какая-то разница есть, либо как-то надо что-то докачивать, чтобы абсолютные ультра выставить в танках, вы напишите. Возможно, в следующем тесте я уже там докачаю какие-нибудь патчи или какое-то обновление. Просто многие мне писали, что типа танки надо тестировать немного по-другому. Но мы сейчас не об этом. Геймплей нормальный, в принципе, никаких проблем нет. И бате своему дать такой компьютер поиграть вечерком в танки с бутылочкой жигулевского пива у вас получится без каких-либо проблем. Следующая игрушка на тестировании PUBG. Здесь у нас низкие, очень низкие, средние и высокие настройки графики. У нас такое комбо настроек, чтобы сильно не загружать процессор, чтобы сильно не перегружать нашу видеокарточку. И здесь, на удивление, у нас нормальный фреймтайм. Ребята, одноканал, не забывайте, 16 гигов в одноканале. Пусть и задержки, в принципе, неплохие, но при приземлении у нас практически ничего не фризит. Да, проскакивало там пару статоров. Но в целом игра идет нормально, даже при приземлении, что меня очень удивило. В момент, когда мы начинаем играть, бегать, лутать, FPS у нас выравнивается и практически всегда держится на отметке 80-100 кадров. В целом игра идет бодро, сносно и никакого дискомфорта не вызывает. Я все-таки ставил ставки, что PUBG будет идти просто отвратительно. Но в целом все терпимо и каких-то серьезных фризов, каких-то серьезных проседов я, по крайней мере, не наблюдаю. Поиграть можно будет без проблем. А вот в Need for Speed Heat у нас все не так гладко. Средние настройки графики, Full HD и вот здесь фризит так фризит. Здесь все же наш одноканальный режим работы оперативной памяти сказывается. Когда мы на огромной скорости преодолеваем какой-то новый район, можно сказать, открываем, подгружаем. В момент подгрузки у нас серьезные статоры, серьезные фризы. Это заметно. Когда едешь, у тебя прямо перед носом подгружается какая-то локация, и именно в этот момент проскакивает фриз. Игра запускается с SSD накопителя, поэтому влияние жесткого диска, там низкоскоростного, я здесь исключаю. Но нужно отдать должное, если поиграть так минут пять, то игра уже устаканивается, грубо говоря, если это можно так назвать. И фризить перестает. Когда игрушка прокэшируется, все работает нормально. Следующая игрушка на тестировании, Ведьмак 3, средние настройки графики, постобработка стоит на высокое. И здесь у нас с вами от 60 до 80 FPS. Опять же, мы в городе, у нас здесь очень много народу, очень много самой разной анимации, но каких-то лютых, прямо и серьезных фризов нет, как, например, в том же самом Need for Speed Hit. Да, фреймтайм у нас с зазубринами, не сказать, что он идеально ровный, но эти разрывы кадров, они совершенно незаметны, по крайней мере, с таким FPS. Здесь же вполне сносный геймплей, по крайней мере, на графике, даже если что-то видно, это не сильно ощущается непосредственно, когда мы погружены в игровой процесс, когда мы играем. Так что, Ведьмак 3 идет как-то так. Переходим к следующей игрушке. Следующая игрушка на тестировании Far Cry 5, высокие настройки графики, Full HD. И здесь мы получаем в районе 70-80 FPS. Здесь у нас фреймтайм ровный, никаких фризов не проскакивает, игра не статерит и не лагает. Загрузка видеокарты и процессора у нас здесь тоже равномерная, так что сборка получилась отлично сбалансированной. Да, все раскрывает, процессор раскрывает видеокарту, а видеокарта раскрывает процессор. Тут происходит двойное раскрытие, если бы еще раскрывала оперативная память, было бы куда лучше все. Но Far Cry 5, даже одноканала вполне себе хватает, чтобы нормально и живенько бегать на этой машинке. И даже в момент езды на квадроцикле, когда мы занимаемся охотой с квадроцикла, пытаемся подстрелить диких животных, никаких проблем нет. Ничего не фризит и ничего не лагает. Следующая игрушка на тестировании Battlefield 5, высокие настройки графики, Full HD. И вот батла идет вполне сносно. Тоже иногда проскакивают небольшие фризы, но они едва заметны. Никаких серьезных нареканий нет. 60-70 кадров на высоких настройках, это вполне себе сносные и нормальные результаты. На песчаной карте мы с вами получаем плюс-минус под сотню FPS от 80 до 100. Здесь фризов вообще не появляется. Да, бывают дропы FPS, но именно фризов на этой карте нет, потому что она полегче, чем самая первая, самая начальная глава. Последней игрушкой на сегодняшнем тестировании будет Control. Средние, низкие настройки графики. Здесь мы получаем в среднем от 40 до 50-55 FPS. С далеко не самым ровным фреймтаймом. Но, ребят, не забывайте, что мы сегодня собираем хлам из хлама, который просто лежит на полках. Поэтому то, что он вообще что-то тянет нормально, это уже огромное достижение. В целом, неискушенному геймеру вполне себе геймплей зайдет. Если выключить мониторинг, не смотреть на FPS, то все очень даже плавно. Ну, наверное, ребята. Как-то так, друзья, у нас идет Control, и давайте подведем итоги по тому, что мы с вами сегодня собрали. Компьютер, который мы сегодня собирали, по итогу ушел за 15 тысяч рублей. Да, у меня с него минимальный навар, но я не гонюсь в данной рубрике за наживой, за какой-то серьезной прибылью. Я просто избавляю себя от железа, которое у меня залежалось, и делаю какой-никакой контент для вас. Благодаря просмотру сегодняшнего ролика вы теперь знаете, на что способен i5 Skylake в связке с RX 470, либо 570. И плюс-минус, это похожие карты, и результаты будут похожи. Я считаю, что за 15 тысяч рублей вполне себе сносная машина. Если зайти на Авито и посмотреть, что там уж не барыги предлагают по 15 тысяч, это всякие Core Quad'ы, да, они до сих пор продаются. Это i3-200, это i3-Haswell, очень редко i5-2400, допустим, что-то подобное. И видеокарточки уровня 750 Ti на 2 гигабайта. И у них все это собрано в абсолютный хлам, в корпуса по 100-200 рублей, разумеется, во все бэушное. Мне особого смысла навариваться на ком-то нет, поэтому я буду и дальше продолжать собирать такие сборки, продавать их у себя в паблике, потому что подобные компьютеры за такую цену разбирают как горячие пирожки. И получается, никто никого не обманывал. Пусть я и собрал абсолютно трэшовую и дисбалансную сборку из говна и палок, но и стоила она не 25-30 тысяч рублей, а всего лишь 15. Почувствуйте разницу, как говорится. Так что вот такой вот у нас сегодня с вами был видосик. Будем продолжать собирать абсолютно странные, немощные, либо наоборот очень тащащие сборки из того, что у меня завалялось. Думаю, еще на 2-3 выпуска у меня точно железа хватит. Видеокарточками я закупился, как вы поняли. Многим железом я уже закупился и затарился, поэтому ждите следующих роликов. Не забывайте подписываться на канал, ставить ваши лайки и писать комментарии. С вами же был Мурк, друзья. Надолго не прощаюсь. Скоро увидимся.